Слово предоставляется представителю Санкт-Петербурга, Россия, Булдыгин Сергей Борисович. Некоторые оперативно-стратегические причины поражения Красной Армии на начальном этапе Великой Отечественной войны на примере Северо-Западного фронта. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение. Прозвучала фамилия генерал-полковника Павлова. Но в свете нашей конференции по Прибалтике давайте вспомним генерал-полковника Федора Исидоровича Кузнецова. Не менее интересная судьба, скажем так. Строим офицером он в последний раз полком командовал в 1931 году. И, так сказать, как он, потом он там был начальником курса, начальником кафедры, преподавателем, начальником факультета в академии. То есть, каким ветром его вообще вынесло на эту маршерскую должность, это тоже еще исследование, что должно быть. Больше потом мы его, по-моему, один раз видим в роли дважды командующего армиями. И потом всю войну, как бы, он ничем себя не проявил. Вот, умер он в 1948 году. И вот еще через 7 лет, можно хотя бы посмотреть его личном деле. То есть, кто же его продвигал там по службе, собственно говоря, и за что. Ну, зато через год, вот опять-таки 75 лет, можно посмотреть, наверное, дела на начальника штаба фронта, генерал-майора авиации Илоново, которые были расстреляны 23 февраля 1942 года. Может быть, тоже откроются какие-то документы, тоже за что их. Их расстреляли без суда. Вот, тоже интересно будет посмотреть. То есть, вот сколько еще страниц с военной историей, как бы, при Балтике остаются неисследованными. Можно вспомнить, ну, вот и, кстати, по поводу вот этой кадровой чехарды, я буду еще останавливаться, и полковника Чениховского, уже упомянутого, который во время польского похода был всего лишь капитаном, командовал танковым батальоном, а войну уже стрел командиром дивизии полковника. Тоже, так сказать, безекомпетентность в том числе и уровень командных кадров. Ну, я еще дальше остановлюсь. Итак, причины уже начинали. Начинали мы обсуждать поражение Красной Армии в начальном периоде войны. Учитывая беспрецедентные потери Советского Союза в этой войне, этот шрам исторический на памяти наших народов, скажем, он всегда в наших сердцах, и всегда общество пытается понять, осознать эти причины. И некоторые исследователи уже выдвигают версии. Ну, вот, версию Суворова, как бы, уже обсудили. Она сейчас, собственно говоря, уже почти полностью прекратила какую-то, наверное, свою актуальность у нас в России. И уже полностью все его подтасовки там и так далее все известны. Следующая версия была, вот, уже называли это морально-психологическое состояние личного состава. Ну, я вот изучаю документы, хочу сказать, что, в принципе, кадровая армия была мотивирована. В ней был высокий процент комсомольцев, коммунистов, политработники даром хлеб не ели. Собственно, они сомневаться там в уровне преданности советскому строю, там, вот, кадровой армии, нет никаких оснований. Зачастую причиной вот этих огромных потерь просто была потеря возможности сопротивляться. Это вот современная молодежь, она там любит играть в страйк, где у них там постоянно подносятся патроны и так далее, и так далее. Там стреляют, убивают там террористов, врагов. Армии-то немножко по-другому воюют. Нужны патроны, снаряды, их надо вести, так сказать, их надо снабжать. То есть у солдата нет патронов, нету гранат, ну, не осуществила Красная Армия, это, сказать, массовое самоубийство. Сдавались в плен, потерял возможности, но навряд ли это в подавляющем смысле связано вот с таким морально-психологическим климатом, скажем так, с состоянием красноармейцев. Я вот тоже не поддерживаю эту теорию. Сейчас у нас в российском обществе есть такая еще теория, это Мартиросян-Казиткин, по-моему, да, это, то есть разведка все вовремя доложила. Сталин отправил вовремя там приказы и так далее, но предатели-генералы, так сказать, развалили армию, не дали ей возможности сопротивляться и так далее. Вот, ну, это тоже такая псевдотеория. Вот. Ну, собственно говоря, начнем о причинах. Вот Вячеслав Евгеньевич, он очень хорошо выступил о достижениях советской экономики, военно-промышленного комплекса. Мне, так сказать, более неблагодарная роль достается. Я буду рассказывать о причинах поражения. Их несколько групп с военной точки зрения. Это стратегические на уровне, там, Москвы. Оперативно-стратегические, то у крупных, тактические, так сказать, о них тоже можно говорить. Но вот я буду говорить о оперативно-стратегических. Итак, первая причина, которая повлекла за собой череду ошибок советского командования, это недостаточные данные разведки, о наличии и составе немецких войск непосредственно в близости от советской границы к приватке. Информацию о подготовке Германии к войне с СССР собирали разведывательные органы нескольких народных комиссариатов. Это обороны военно-морского флота, государственные безопасности, внутренних дел, иностранных дел. Ну, добавим к ним комментарии. На основании полученных разведывательных данных о количестве и качестве немецких войск советское командование делало выводы о сроках возможной агрессии на наиболее опасных направлениях и составе ударных военного противника. Рассмотрим четыре разведывательных документа, обобщающих данные разведки о составе немецких войск против войск Прибалтийского военного округа. Три из них находятся в сборнике боевых документов номер 34. Все вы можете в интернете посмотреть. Это серия сборников боевых документов была издана после войны. И вот в 34-м сборнике это довоенные и военные документы начального периода войны Северо-Западного фронта. Это такие документы, как разведсоводка 18 июня штаба Прибалтийского округа на Безнобера о группировке войск противника против войск округа на 17 июня 1941 года. Это сведения штаба Прибалтийского особого военного округа 21 июня для группировки силы средств немецких войск в Восточной Пруссии к 18 часам 21 июня. Одновременно щелкать. Обратите внимание, что вся граница Прибалтийская была разделена на четыре участка. И в дальнейшем мы с вами посмотрим, то есть вот раз участок, два, три и вот этот вот Сувалтийский участок, это четыре участка. И на основании данных разведки советское округа, который стал Северо-Западным фронтом, они делали расчет сил. Вот этот документ, то есть посмотрите, то есть участок разбит на четыре части и вот количество сил, которые, ну дальше мы это более подробно рассмотрим, то есть какой коллеги сил предполагалось в ночь с 21 июня против войск фронта. Вот на основании вот этих вот данных, вот это реальный документ, это четвертый, четвертый документ, по которому оперативники оперативного отдела штаба фронта сделали расчет этой силы. То есть они считали по батальонам, по орудиям, по танкам и рядом делали строчку, то есть какие силы непосредственно у них есть. То есть стоит ли беспокоиться, как пройдет начальная операция и так далее. Ну давайте теперь посмотрим. Вот первое направление было самое близкое к Риге, Тельшайское направление. Советская команда считала, что это сковывающее направление. На этом направлении по данным разведке было полторы пехотных дивизий немцев, а на этом направлении была 10-я стрелковая дивизия, то есть одна стрелковая дивизия, еще здесь была 23-я танковая дивизия. То есть в принципе ничего страшного на этом направлении советское командование не видело. То есть вполне способно было, так сказать, остановить немцев на этом сковывающем направлении. Вот посмотрите, расчет сил немцев. И рядом, вот на границе 10-я стрелковая дивизия, 9 батальонов, там сколько там батарей, 23-я танки и всего. То есть никакого беспокойства в этом направлении не вызывало. Следующее направление. Это Шауляйское направление. Советская команда считала, что это главный удар против войсфронта будет нанесен немцами на этом направлении. И оно предполагало до 5 пехотных дивизий, 2 матартизированных, бронетанковая дивизия, кавалерийская бригада и танковый полк. Советская команда на этом направлении могла выставить 3 стрелковых дивизии. Здесь же, где-то вот, чуть подальше, возле Шауляя, занимала оборону 28-я танковая дивизия, 202-я матаризованная дивизия. Сюда же могли подтянуть 2-ю танковую дивизию, что потом, впоследствии, произошло и 84-ю матаризованную дивизию из-под Каунуса. И сюда же, в Рейда-Радвилишка, перебрасывалась из Эстонии 11-й и 16-й стрелковой дивизии. Ну, в этот случай, уже 11-й стрелковой дивизии, несколько эшелонов прибрало. То есть, по сути дела, и здесь, сейчас мы посмотрим соотношение. И здесь советское командование не видело какого-то там большого такого, как бы, превосходства сразу же немедленного немцев. Все оно, вот, значит, немецкий состав сил и состав сил, которые могли потом, так сказать, создать советские войска. Так, ну и следующее направление. Здесь считалось тоже главное направление против войск 11-й армии. Опять-таки, против трех пехотных дивизий. И моторизированная танковая полка немцев. Мы видели тут целый, самый сильный корпус прибалтийского округа 16-й в составе трех стрелковых дивизий. Здесь занимала оборона 10-я противотанковая бригада резерва главного командования. И здесь подтягивался к Аумусу 23-я стрелковая дивизия. Тоже каких-то там больших неожиданностей. И здесь тоже командование фронтом неожиданно. Сложи, наверное, сразу все вот эти кучу таблиц воспринимать. Значит, я, ну, тоже посмотрите. Тут даже мог создаться переезд, потому что сюда реально еще предполагался резерв войс фронта в составе двух вот этих территориальных трехового корпуса. Ну и последнее направление, сковывающее, это Литурское направление. И здесь тоже самое незаметливая разведка третью танковую группу немецкую. Здесь стандартный набор сил, три пехотных дивизии. Здесь могли советская команда развернуть две стрелковые дивизии. Здесь была пятая танковая дивизия, которая могла, и, собственно говоря, в боях она участвовала за Литус. Сюда бы подтягивался и 29-й стрелковый корпус. То есть, в принципе, хотя бы по реке Неман, все равно вот эти все немецкие войска удавалось остановить. Каких-то беспокойств данные разведки у командования северо-западовым фронтом не вызывали. То есть, в принципе, если бы война и началась, вот состав немцев было бы таким, все как бы было бы нормально, какие-то позиции, где-то пришлось бы отойти и так далее. Но ничего такого страшного, по мнению вот этих вот данных, при сравнении, не происходило. Что же произошло на самом деле? На самом деле, на Тель-Шайском направлении, сковывающем, как мы помним, против 10-й стрелковой дивизии, наступало 3,5 немецких пехотных дивизий. То есть, уже, так сказать, подавляющее превосходство. И, собственно говоря, шансов у 10-й стрелковой дивизии не было. Потому что 23-я танковая дивизия, выделив потом часть сил для помощи 10-й стрелковой дивизии, была потом переброшена на другое направление. То есть, здесь подавляющее было превосходство немцев. Вот, посмотрите, то есть, против 45 немецких батальонов, по сути дела, учитывая, что 23-я танковая дивизия ушла, оборонялась 9 стрелковых батальонов советских войск. Дальше по батареям тоже сами можете посмотреть. На этом направлении, учитывая, что 48-я стрелковая дивизия вообще еще как-то не успела подойти, против двух стрелковых дивизий оборонялся армейский корпус 18-й армии в составе 3-х пехотных дивизий. И наступала вся 4-я танковая группа немцев. Немцам даже, собственно говоря, не хватало местности для того, чтобы везти все войска. Они еще кучу войск держали в резерве. Потому что не было дорог, так сказать, чтобы все войска впустить разом. Естественно, что вот эти две дивизии, они повезли сразу же 22 июня. Такие потери, что в дальнейшем сопротивляться, как бы... И они, собственно, потом только что делали, что отходили к риге. Все. Сопротивляться остановить немцев они просто не могли. Вот. Даже с учетом, посмотрите, пожалуйста, тех, как я говорил, там с Эстонии должны были корпуса прибыть и так далее, все равно у немцев было просто многократное превосходство. А учитывая, что 16-я стрелковая дивизия вообще из Эстонии не прибыла, она погибла потом в Эстонии, в Северной Эстонии. А с 11-й стрелковой дивизии успела прибыть только два стрелковых полка и один артиллерийский полк, то есть, по сути дела, здесь было подавляющее, ну, вообще, супер, так сказать, подавляющее превосходство немецких войск. Перенажал кнопку, значит, подкалывался, подкалывался против вот этого самого сильного корпуса округа 16-го в составе целых трех стрелковых дивизий и наступала вся 16-я армия немцев в составе трех армейских корпусов и в составе семи пехотных дивизий. Плюс там еще были резервы, там у них и так далее. 23-я стрелковая дивизия так и не успела прибыть, то есть и здесь, вот когда фильмы там показывали, когда там сидят несколько-то наших красноармейцев, просто море немцев наступает, это все было так и было, все было действительно реально на самом деле, то есть огромное превосходство немецких войск. Ну, а вот это вот следующее направление, так сказать, сковывающее литузское направление. Здесь против одной дивизии, 128-й стрелковой дивизии, потому что 126-я так и не успела прийти, наступала вся 4-я танковая группа немцев, усиленная двумя армейским корпусами 9-я армия и плюс еще 161-я пехотная дивизия, которая, ну, сейчас мы посмотрим, не была придано. То есть, ну вот обратите внимание, еще и 161-я пехотная дивизия, которая не была даже придано в 4-й танковой группе, но, то есть вот это все количество дивизий, которые обрушились на одну 126-ю стрелковую дивизию, которая в этот день просто прекратила свое существование. Ну и вот реальное превосходство, учитывая, еще раз говорю, что вот эти вот силы и не успели прибыть. Это вторая, на мой взгляд, причина поражения, это подавляющее превосходство немецко-фашистских войск, достигнутое над советской группой. Следующая причина, третья. Как уже я отмечал выше, некоторые советские дивизии не успели выйти на свои участки прикрытия, находились на марше или в местах постоянной дислокации. Это связано с тем, что, исходя из данных разведки немецких войск, их количество не предполагало, как уже я вам только что показал, масштабного немецкого наступления. В разведствовании номер 02 указывалось, продолжается сосредоточение немецких войск государственной границы. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах. Такой характер начала войны вполне укладывался в советскую довоенную теорию начального периода войны. Так, в оперативной игре, проведенной в Привалтийском военном округе в феврале, когда только прибыл Кузнецов командовать округа, была пройдена игра. Как начнется война, как будут действовать войска фронта и так далее. Преамбула к этой игре звучала так. Западные начали войну 5 июня и оттеснили войска восточных на линии укрепленных районов. С утра, обратите внимание, 17 июня, западные силами 15-18 армии атаковали восточных и прорвали фронт. С утра, 19 июня, западные вводят в прорыв 8-ю армию, ну, в свою 8-ю армию. Вот, обратите внимание, вот этот документ на эту игру, вот эти все даты. То есть, по сути дела, начинается война, а немцы только через 2 недели вводят в прорыв свои основные силы. То есть, советская команда предполагала, что при наличии тех сил, которые были на границах, что даже если начнется война, то основными силами немцы перейдут в наступление только через 2 недели. И поэтому, исходя к этому сроку, и, собственно говоря, как мы дальше сейчас посмотрим, и планировала свои какие-то боевые, ну, тоже, так сказать, создать какую-то оборонительную группировку. И, на мой взгляд, на мой взгляд, создание оборонительной группировки в округе планировалось где-то к 6 июля, потому что все приказы, которые издавал генерал-полковник Кузнецов, их выполнение предусматривалось в мирное время, и где-то после 6 июля никаких дат уже нет. То есть, к этому времени войска округа должны были быть готовы, ну, к крупным, скажем так, крупным каким-то оборонительным операциям. Ну, дальше теперь, пожалуйста. Вот, посмотрите. 73-й корпусной артиллерийский полк. Вот он выводится из лагерей, из рижского лагеря, и к 25-му, по-моему, июня должен там прибыть в район Шевлея. Ну, знал ли, думал ли, командующий будущим фронтом, что 22-го июня уже начнется война, и мог ли он отдавать такой приказ только 25-го июня, чтобы этот полк прибыл в район Шевлея. Конечно, ну, совершенно даже не предполагал такой ситуации. Дальше, пожалуйста. Вот, перед войной командованию армии было приказано совершить рикот на сыровке. То есть, каждому, о каждой армии были нарезаны рубежи оборонительные, и вот эти вот, надо было все везут проехать. И в период с 20-го июня по 1-го июля посмотреть, где лучше обороняться, где лучше противотанковые районы какие-то делать, где, как, какие дороги, в каком состоянии и так далее, и так далее. Опять-таки, сроки обратите внимание к 1-му июля. К 1-му июля. Значит, вот, что касается территориальных трехковых корпусов. С 24-го июня по 7-е августа должны были в них начаться сборы. Опять-таки, можно ли, предполагая, что начнется такая война, масса наступлений немецких войск, планировать с 24-го июня начало сборов? В реальности эти войны, естественно, не приехали. Из них там другие армии формировали, и дивизии в Московском военном округе. А в Прибалтику непосредственно прибыли уже войска, закрепленные в военнослужащие запасы, закрепленные за этими корпусами. Ну, собственно говоря, о них мы поговорим дальше. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, 48-я стрелковая дивизия вышла из Риги и шла к границе. Обратите внимание и здесь, на даты, когда она должна была прибыть к исходу 23-го июня. 23-го июня она уже к исходу была разгромлена вообще-то, вот, когда реально началась война. Поэтому, естественно, и эти сроки ничего не говорили о том, что 22-го июня начнется какое-то такое широкомасштабное наступление немецких войск. Вот график, план передислоцирования войск, тоже посмотрите все эти даты. Они тоже, как бы, говорят о том, что советское командование рассчитывало в заботе и сосредоточении вот этой группировочки к, как минимум, 1-го июля, потом какие-то там еще уточнения, может быть, и так далее. В основном группировка должна была быть готова к 6-му августа. Вот приказ по обеспечению боевой готовности войск округа. Тоже хочу обратить внимание на даты, которые здесь стоят, 24-го, 28-го, 25-го июня. Это приказ по приведению театра военных действий, боевую готовность, опять-таки, даты, которые далеко выходят за 22-го июня. Ну и, наконец, вот директива командующего округа. Но это я хочу уже о четвертой причине поговорить нормально. Не, не надо. Чуть-чуть. Разумеется, в тех приказах, которые я раньше перечислил, были и даты до 22-го июня. Однако сама структура приказа показывает, что команда не округа, зная о возможной войне с Германией, готовилась к им, но завершение подготовки к началу войны предполагалось примерно к 6-му июля. Ну, немного остановлюсь о причине, связанной с рекомендациями не поддаваться на провокации. Советская команда вполне себе допускала, что противник, продолжая создавать ударные группировки, может одновременно с этим начать войну и будет совершать диверсии, провокации и другие враждебные действия против войск Красной Армии. Это укладывалось в теорию начального периода войны, которая отрабатывалась на оперативных играх. Однако в оперативном плане требование не поддаваться на провокации не оказало существенного влияния на ход боевых действий. Как правило, чем ближе к противнику, тем меньше времени было необходимо советским командирам и бойцам для понимания того, что происходящая не провокация, а война. На своем личном опыте скажу, что как участник двух чеченских кампаний, когда по тебе стреляют, очень трудно не поддаваться на провокации. Вполне понятно, что надо тоже вести огонь по противникам. Подведя итоги этого большого блока причин поражения Красной Армии из-за ошибочных данных разведки, хочу вновь вернуться к довоенной теории начального периода войны. Некоторую дискуссию перед началом войны вызвала книга Истерсона «Новые формы борьбы». И вот генерал полковник Леона, выступая на совещании в декабре 1940 года, говорил так, что в этой книге даются поспешные выводы, базируясь на войне немцев с Польшей, что начального периода войны не будет, что война на сегодня решается просто вторжением готовых сил, как это было проделано немцами в Польше, развернувшими полтора миллиона людей. Я считаю подобный вывод преждевременным. Он может быть допущен для такого государства, как Польша, которая, зазнавшись, потеряла всякую бдительность и у которой не было никакой разведки того, что делалось у немцев в период многомесячного сосредоточения войск. Каждое уважающее себя государство, конечно, постарается этот начальный период использовать своих собственных интересов, для того, чтобы разведать, что делает противник, как он группирует. Группируется, какие его намерения, и помешать ему в этом. Увы, командование Красной Армии вновь наступило на те же самые грабли, что и польское командование. Правда, не по своей имени. Именно поэтому, получив директиву Народного комиссара обороны, без номера, с сообщением о возможном начале войны и требованием не поддаваться на провокации, командующий фронта послал войскам вот такой вот собственной директив. Обратите внимание, пожалуйста, на красные одновременно в нашей части, даже быть в полной боевой готовности, встретить незаметный удар немцев и разгромить их. То есть, в принципе, командующий фронтом считал, что тех наличий, по данным разведки, немецких войск, если они даже перейдут границу, вполне хватит у него войск, для того, чтобы разгромить, разгромить, опять-таки, приказываю, то есть, никаких проблем в действиях своих войск, он, собственно говоря, не ощущал. Следующая причина. Ну, три минуты. Своей немножко книги, а мне обещали чуть побольше. Интересно. Следующая книга, ну, тут я немножко своей книги, так сказать, это рекордиарно-регизационная чехарда, которая проходила в частях округа, ну, весь период, собственно говоря, его существования. Дальше, пожалуйста. То есть, в августе-сентябре, посмотрите, то есть, целая куча вот частей, связанных и с территориальными стрельбомиками, которые сами формируются в округе. Ну, дальше, пожалуйста. В октябре-ноябре еще одна, в общем, это вот как раз-таки, вот, веяние Мерецкого, моторизованные пулеметно-артилейские бригады, это что-то типа современных, вот в России, частей постоянной боевой готовности. Ну, потом их уже, правда, расформировали. В марте месяцы, дальше, пожалуйста. В марте, и вот эти, значит, опять новые части формируются. Еще дальше, пожалуйста. В апреле новый виток в переформировании. Ну, дальше, три минуты все-таки осталось. В мае, значит, я скажу так, весной, начало в апреле, целых две армии, по сути дела, таких нештатных прибыл на территорию округа. Начало прибыла армия по строительству укрепленных районов, потом целая армия прибыл на строительство аэродромов, это строительные батальоны, крепрайоны строили саперные батальоны. То есть, в принципе, к началу войны, наверное, каждый, может быть, третий или четвертый боец в Краснодаре был строитель при Балтийском военном округе. Дальше, пожалуйста. Ну, и наконец, в июне, это просто апреле переформирование наступило. То есть, и доформировались, и переформировались, и новые части, какие-то батареи там и так далее, и так далее формировались. Все это формировалось за счет войск округа. То есть, из округа вырывались какие-то батальоны, какие-то...